Теория эволюции При всей своей популярности и распространенности данная теория имеет ряд серьезных проблем, о которых эволюционисты предпочитают умалчивать. Три из них я бы выделил особо. Итак, топ-3. Черные дыры эволюции или почему данная теория не имеет права на существование. Начнем с третьей. Всякое живое существо, будь то лев, кактус или амеба, это набор сложнейших биомолекулярных механизмов. Как пример можно привести синтез белка, который происходит в клетке каждого живого существа. Предположим, вы порезали палец. Тут же по нервным окончаниям в головной мозг поступает сигнал о поражении ткани и кровопотери. За доли секунды мозг отдает команду обратно об устранении повреждения. Для этого из аминокислот, элементарных строительных элементов, которых всего около 20 видов, нужно построить белки, что является строительным материалом для клеток. Формирование белка начинается, когда строго определенные аминокислоты объединяются в единую цепочку. Это процесс, который часто сравнивают с группировкой букв в осмысленные слова и предложения. Если эти отдельные строительные блоки собраны правильно, цепочка сворачивается в белок, полностью готовый для выполнения своей функции в клетке. Но если аминокислоты расположены в неправильном порядке, цепочка не будет сворачиваться и в конечном итоге распадется. Простейшая живая клетка содержит по меньшей мере 300 различных типов белков и биологические механизмы, необходимые для роста, размножения, преобразования энергии, хранения и обработки генетической информации, а также для защиты содержимого клетки от внешней среды. Итак, как происходит синтез белка? Внутри каждой живой клетки находится ядро, информационно-вычислительный центр, в котором содержится ДНК, 4-х критичный код жизни. Именно в ДНК зашифрована информация о том, как и какие белки должны быть синтезированы для того, чтобы устранить повреждения на вашем пальце. Поэтому первое, что происходит, особый фермент находит ту самую часть ДНК, в котором закодированы те самые белки для строительства тех самых клеток, из которых затем будут построены ткани вашего пальца, которые вы порезали минуту назад. Нужно заметить, что спираль ДНК подвержена многоуровневой архивации, то есть оно свернуто вокруг себя около 8 раз. Так вот, наш организм каким-то образом находит нужный участок, затем особый фермент РНК-полимераза разворачивает и расплетает спираль ДНК и делает копию нужного нам участка, создавая информационную РНК. Затем РНК покидает ядро и к ней присоединяется другой удивительный механизм. Он называется РИБОСОМА, и его задача – осуществить перевод с языка РНК, использующего 4 буквы основания на язык белков, с его 20 различными аминокислотами. Три основания внизу молекулы транспортной РНК соответствуют трехбуквенным группам на информационной РНК. А на другом конце мы видим аминокислоты, которые отсоединяются от транспортной РНК, как только прикрепляются к растущей цепочке белка. Но процесс еще не завершен, поскольку большинству белков нужна помощь, чтобы правильным образом свернуться. И это обеспечивается небольшими молекулами, которые называются шаперонами. Они присоединяются и защищают несвернутый белок, пока он транспортируется к молекуле в форме арбуза под названием шаперонин, которая сворачивает белок в его окончательную форму. Между ДНК и белком невероятно сложный процесс, использующий точные и сложные механизмы, чтобы осуществить перевод между двумя совершенно несвязанными языками – линейным кодом мира ДНК и трехмерным кодом мира белков. Позвольте заметить, что это всего лишь один очень упрощенный пример. Однако подобных биомолекулярных механизмов в любом живом существе десятки и сотни, и каждый из них отличается гениальным изяществом исполнения. Могло ли что-то подобное возникнуть само по себе? За все продолжительное время наблюдения за природой было однозначно установлено, что сложные механизмы никогда не возникают самопроизвольно. Грубо говоря, гуляя по лесу, вы никогда не найдете механические часы из палок и камней, которые бы собрались сами по себе под воздействием ветра и эрозии. Этот же принцип распространяется и на молекулярный мир. Самоорганизации простого в сложные механизмы просто не существует. Молекулы, входящие в живую структуру, не обладают разумом. Они не умеют предвидеть. У них нет возможности узнать, что им нужно делать дальше, чтобы собраться в живую систему. Если я помещу аминокислоты в пробирку в своей лаборатории, даже если я добавлю тепла и хорошенько встряхну ее, и буду продолжать делать это в течение ста лет, или тысячи лет, или десяти тысяч лет, или миллиона лет, ничего не произойдет. Аминокислоты, нуклеотиды, липиды, сами по себе они не живые, они инертны. Они не воспроизводятся, они не хранят информацию и, по сути, они неразумны. Они не просыпались утром и не говорили, «Эй, давайте все соберемся вместе и построим клетку, которая может сама воспроизводиться». Такого не случалось. Химическим веществам все равно, живо что-то или нет. Соль содержит ионы натрия и хлора, и они взаимодействуют друг с другом, поскольку имеют положительные и отрицательные заряды. Таким образом, естественное притяжение приводит к образованию множества молекул хлорида натрия, которые затем упорядоченно самособираются, образуя кристаллическую решетку. Кристаллы соли — это одни и те же молекулы хлорида натрия, однотипно расположенные в кристаллической решетке. Если бы кристалл был книгой, он был бы книгой одного слова. Регулярные повторы в геометрических формах, подобные этой, не несут нужной информации. Информации, которая вам понадобится, скажем, для создания белка. Последовательность, которую мы видим в белке, очень нерегулярна. Невозможно предсказать, какая аминокислота будет следовать за той, которую вы уже видели. Таким образом, самоорганизация, которую мы наблюдаем в природе, это не тот процесс, который может привести к построению богатых информаций структур у живых существ. Исследователи подсчитали, что на Древней Земле вероятность успеха такой операции равнялась бы одному шансу из десяти — в 164 степени. Это означает, что мы имеем одну правильно построенную цепочку белка на каждые сто миллионов триллионов 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 неудачных попыток. Предположим, вопреки всему, что химическая эволюция произвела наш единственный функциональный белок. Возникнет ли жизнь? Нет. У нас будет один белок. Просто безжизненная цепочка аминокислот. Самая простая из известных нам живых клеток содержит более 300 различных белков. Но белки — это только часть дела. Когда вы рассматриваете любую реальную клетку, помните, что у вас должны быть углеводы, сложные сахара, нуклеиновые кислоты ДНК и РНК, липиды — целый ряд различных химических веществ, которые в совокупности составляют живой организм. Все эти частицы и кусочки должны быть перенесены одновременно в одну и ту же микросреду. Затем каждый химический строительный блок должен быть собран и встроен в комплекс молекулярных устройств, которые будут контролировать каждый аспект жизнедеятельности. Если мы сможем понять, как трудно создать один молекулярный механизм, не используя ничего, кроме атомов и энергии, мы увидим, что существует серьезная проблема. Потому что, если у вас есть только один молекулярный механизм, у вас нет живого организма. Этим молекулярным механизмам нужны другие молекулярные механизмы. И даже если бы природа была способна производить все необходимые молекулярные устройства, этого все равно было бы недостаточно. Они должны собраться все вместе, все в этом крошечном ограниченном мембраной пространстве, которое мы называем клеткой. Второй факт, который не способна объяснить эволюция, это появление той же самой ДНК. Дезоксирибонуклеиновой кислоты, четырехричный код жизни, представленный особыми молекулами, нуклеотидами, аденин, тимин, цитозин и гуанин, которыми в спиралевидной цепочке закодирована полная инструкция по устройству и функционированию любого живого существа, от роста и цвета глаз до характера и тона голоса. Несколько фактов. ДНК является самым компактным и емким вместилищем информации. Считается, что в одной чайной ложке дезоксирибонуклеиновой кислоты может поместиться информация всех книг планеты Земля, что написаны до этого момента. Совсем недавно ученым наконец-таки удалось полностью расшифровать геном человека. Когда его распечатали на бумаге, у них получилось 180 томов по 1455 страниц в каждом. Итого 262 тысячи страниц, исписанных средним шрифтом. Если убрать или поменять хотя бы несколько символов, то у человека может быть серьезное генетическое заболевание, синдром Дауна или он вообще родится мертвым. И вся эта информация на секундочку помещается в каждой клетке вашего тела. А их около 120 триллионов. Если соединить воедино цепь всего ДНК, что находится в теле взрослого человека, то данная цепочка протянется на 125 миллиардов километров, что превышает расстояние между Землей и Солнцем в 800 раз. Один и тот же участок ДНК может содержать в себе несколько параллельных кодов, что в принципе исключает вероятность случайного появления. Билл Гейс в процессе знакомства с кодом ДНК заявил, что ничего подобного он в жизни не видел, потому как данный код оказался в разы сложнее, чем что-либо, что удавалось написать самым продвинутым программистам из его команды. Теория эволюции утверждает, что ДНК возникла путем случайности и мутации того, что появилось случайно. Однако, как показывает реальность, информация никогда не возникает сама по себе. Информация это всегда продукт интеллекта, к тому же столь объемная, сложная и структурированная. Какова вероятно, что случайным образом появилась цепочка длиной хотя бы в тысячу символов, если четырехзначный пин-код от вашей банковской карты считается вполне безопасным. Да, и еще один неразрешенный парадокс эволюции, который также можно было бы включить в наш топ-3, но мы не будем этого делать. Итак, чтобы произвести на свет простейшую бактерию, нам как минимум понадобится 200 видов белка. Белок, в свою очередь, кодируется РНК при помощи все тех же молекулярных механизмов, а РНК синтезируется живой бактерией. Таким образом, получается замкнутый круг. Белок не может появиться без ДНК, а ДНК своему появлению обязана молекулярным механизмом, что имеет белковую основу. Но даже если предположить, что это все-таки произошло, и каким-то невероятным случайным образом в первобытном бульоне из атомов и молекул само по себе образовалась одноклеточная бактерия или просто РНК, то здесь возникает проблема номер один. И я бы сказал, это не просто проблема, это проблемище, это черная дыра теории эволюции, у которой до сих пор нет, и я уверен, никогда не появится ответа на этот вопрос. Каким образом мертвое стало живым? Даже если вы имеете абсолютно идеально собранный организм, где каждая молекула находится на своем месте, вы никогда не сможете его оживить, будь то слон или инфузория, потому что в нем отсутствует какая-то высшая энергия, искра, дух жизни, который запускает этот двигатель, заводит маховики сердца, пускает импульсы по нервным окончаниям и делает мертвое живым. В современной науке при всех ее достижениях еще ни разу не удалось оживить хотя бы таракана, хотя бы бесформенную амебу. При этом это уже готовый организм во всей своей невероятной сложности. В противном случае мы бы уже давно научились воскрешать мертвых. О чем мы говорим? Какова же вероятность того, что когда-то давно в грязной луже несколько молекул, произвольно соединившись воедино, вдруг чудесным образом ожили от того, что рядом ударила молния? Затем они осознали сами себя и решили эволюционировать в нечто более совершенное. Грязь ожила и превратилась в человека. И мы называем это наукой. Друзья, насколько нужно быть недальновидным и не замечать очевидного, чтобы поверить, извиняюсь за выражение, в эту глупость. Где здравый смысл и логика? Что же животворить все живое? Что заставляет семя, брошенное в землю, вдруг проснуться и начать свой рост? Какая непостижимая божественная сверхэнергия дарует жизнь каждому из нас? Очевидно, что наш мир не возник случайным образом. Он был спроектирован и реализован неким высшим интеллектом, творцом или Господом Богом. Единый, имеющий жизнь в самом себе, дарует эту жизнь всему живому. Даже тебе, кто не верит в его существование. Если же есть Бог, следует задуматься, чего же Он от нас ожидает, потому как именно в этом заключается смысл нашей с вами жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok